Сто лет событий и мнений. Мы расскажем вам лишь о некоторых из них. Это итоговая программа «Столица» с главными событиями этой недели. Вас познакомим мы, Юлия Нестерова и Виталий Шувалов. Здравствуйте. И коротко о том, о чем будем говорить в ближайший час. Первый раз в первый класс. В Заполярье начался новый учебный год. Прическу делали два дня, спала на бегудях. И учиться, и родине служить. С сегодняшнего дня они кадеты североморского кадетского корпуса. Какое значение? Первый звонок играет в жизни заключенных. На наш взгляд, это наносит большой урон образовательного процесса, интимности образовательного процесса, когда необходимо наладить учителю контакт с учащимися. Уже не росляковцы, но пока еще не мурманчане. Мурманск прирастает новыми территориями. Вот насчет КП я не рад. Слушаем. Ну, поют чужие люди. Детям будет плохо гулять в поселке. С чем связаны тревоги местных жителей и когда поселок Рослякова станет мурманском. Их жизнь не должна ухудшиться. По ком в Заполярье ударят санкции? Битарвежской рыбы мы не выживем, конкретно. С прилавков магазинов может исчезнуть местная рыбопродукция. Никаких лишних заходов на рыжеское судно не делает. Один из крупнейших в стране мурманский рыбокомбинат был вынужден полностью остановить производство. Цирк на воде или благотворительность на показ? Скажите, а часто вот условия такие ставят интересные приезжие артисты? Ну, я первый раз столкнулась, но я думаю, самое главное, что дети попали. Как цирковые бизнесмены пиарятся на детях-инвалидах? К нам обратилась гражданка Юго-Востока Украины. Мурманчане помогают больному ребенку из Украины. Да, действительно, мы можем оказывать эту помощь. Акция «Помоги спасти жизнь ребенка» в действии. Астрологический писатель или литературный астролог? Глоба в глобусе. Мне в течение своего, долгих лет своей жизни приходилось иметь дело с многими директивными историями. Спустя 20 лет в Мурманске знаменитый астролог презентовал свои новые произведения. На этой неделе и в стране, и в Заполярье начался новый учебный год. В первый день осени в Мурманской области за парты сели почти 80 тысяч человек, а впервые звонок прозвенел для 8 тысяч первоклашек. Кстати, во времена Петра Первого в разных учебных заведениях учебный год начинался по-разному. Где в конце августа, где в середине сентября или октября. А сельские школы начинали работать только с 1 декабря. А в начале 30-х годов 20-го века в законе было прописано лишь то, что все дети в возрасте от 8 до 10 лет должны были быть приняты в школы осенью. Единое начало учебных занятий 1 сентября ввели лишь в 35-м, а праздничным днем он начал считаться лишь с 1980-го, после соответствующего указа Президиума Верховного Совета СССР. В наши дни традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний и мира. В пятой гимназии 25 первоклассников впервые в своей жизни переступили школьный порог. Новые знакомства, первый учитель, первые оценки. Первая любовь, радость и разочарование. Все это у них еще впереди. А пока первоклассники волновались и принимали поздравления с первым учебным днем в жизни. Белые банты, новенькая форма, букет цветов для классного руководителя. Правда, как он выглядит, дети пока не знают. Фото на память и первоклассники с волнованными мамами и папами переступают порог гимназии. Как любые родители по магазинам бегали, искали, то есть прическу делали. Два дня спала на бегудях. Вот, сегодня вот сделали бантики и пришли в школу. Если малышне все в диковинку, для старшеклассников 1 сентября событие привычное. Хотя, признаются, и по-прежнему волнительное. Ученица 9 класса Милена о прошедших школьных годах вспоминает с теплом. Говорит, ее учителя самые лучшие. И без скромности добавляет. Вон какой талант помогли воспитать. Я пела на фестиваль в Кандалакше, в город солнце который. И меня там прозвали золотым голосом в фестивале. Но я не хотела бы хвастаться, но это так. Танцевальные номера, песни о школьных годах, напутственные речи и поздравления. Со временем торжественные мероприятия в актовых залах не меняются. Но каждый раз в глазах учеников, родителей и учителей волнение. Ведь именно такого 1 сентября уже не будет. Хорошего настроения, учеба с желанием. Чтобы учеба доставляла им радость и удовольствие. Хотя, конечно, не всегда такое бывает, но именно хочется пожелать. Ну а родителям в первую очередь, чтобы маленькие мурманчане их радовали. Радовали своей тягой к знаниям, своим здоровьем, своим желанием заниматься спортом, своим отношением к папам и мамам. Всё прошло и уже не вернётся. Завершилось вчера в детском саде игра. Всё прошло и уже не вернётся. Спасибо. Там какая-то техническая накладка, можно мы ещё раз начнём? И смотрим на приятелей вчерашних с высока. Они отзали в садике, Марины, Саши, Барьки. Они ещё не слышали школьного санка. Они ещё не слышали школьного санка. Тем временем в Сибироморске 1 сентября состоялось торжественное открытие нового кадетского корпуса. В пятый класс пошли 26 будущих моряков. На открытии побывала в Рио губернатора Марина Ковтун. Она и провела для будущих кадетов первый тематический урок. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Первый кадетский класс на базе школы-интерната в столице Северного флота был открыт в 2003 году. Обучение в таком учреждении идёт круглосуточно. Сюда поступают юноши, желающие уже с малых лет связать своё будущее с военной службой. В этом году впервые в истории Заполярья на базе школы открылся кадетский корпус. С сегодняшнего дня, не до этого ведь были кадеты, а с сегодняшнего дня они кадеты Североморского кадетского корпуса. Мне кажется, для коллектива это очень ответственно и очень почётно. И миссия, которая на педагога возлагается, она очень велика. А для ребят это не только праздник, это в первую очередь работа. И вообще-то великий труд быть кадетом. 1 сентября в пятый класс кадетского корпуса приняли 26 человек, а первый урок для воспитанников провела глава региона Марина Ковтун. Хоть и маленький ребёнок, но он принимает решение вместе с родителями посвятить свою жизнь служению Отечеству. Это одно из самых важных решений у его жизни, едва ли не самое важное. Ведь некоторые и в армии дослужить не хотят, а эти уже в 10 лет говорят, я буду служить Родине. И потом поступают на Химовские, в Суворовские училища. Конечно, мамы должны гордиться такими детьми. На торжественной линейке, поступившей в учреждение, мальчишки стояли ещё в гражданской форме. Ведь посвящение в кадеты – первый рубеж, который им предстоит пройти, состоится в конце октября. А затем учёба и практические полевые занятия. На сборы в леса Заполярья школьники выезжают уже с 6 класса. Также глава региона в роли лектора выступила на этой неделе для студентов в Мурманском гуманитарном университете. Первая публичная лекция в этом году была посвящена популярной в последнее время теме «Освоение Арктики». Послушать в Рио губернатора пришли не только студенты, но и преподаватели, сотрудники университета. Актовый зал вуза был забит под завязку. Максим Галямин продолжит тему. Большинство студентов, присутствующих на публичной лекции в гуманитарном университете, видели главу региона только по телевизору или на страницах прессы. Так что возможность получить информацию из первых уст, а может быть задать и несколько вопросов, многие восприняли как хороший шанс. Очень интересно послушать, как-то больше узнать из первых уст, что ли. Не то, что там доходит когда-то потом, а когда человек, который действительно всё это знает, говорит. Я хотела поговорить с вами об Арктике. Вы много раз слышали, читали, видели Мурманского рота в Арктику, Арктический пропост, что это значит. Тема выступления Марина Ковтун выбрала одну из самых острых, и связана она с будущим региона, которая прежде всего зависит от грамотных и образованных специалистов, будь то инженеры или преподаватели. Арктика – вот то, на что будет опираться экономика области в ближайшее время. Впрочем, о запасах нефти, газа и ценных металлов на шельфе слышали многие. У нас замечательный был учитель географии Дмитрий Романович. Это из села Краснощелье, он прям самый замечательный. Так что, по сути, интересно, но я почти всё знаю там. Ещё 2 мая наша область полностью вошла в состав Арктической зоны, а это значит, льготы для бюджетных служащих никуда не денутся. Стоит сказать и о том, что планы по добыче углеводородов не миф. Например, компания «Роснефть» уже проводит пробные бурения в Карском море. Но даже такие перспективы не всегда могут удержать будущих специалистов в Мурманске. 1 сентября в Мурманске отмечали не только как День знаний, но и как День сладкоежек. После всех торжественных линей и к поздравлению многие школьники вместе с родителями отправились на центральную площадь Пять углов, где их ждал сладкий праздник. Туда приехал большой автобус с пломбиром. Кстати, мороженым угощали не только тех, кто принимал участие в многочисленных конкурсах, но и просто юных любителей сладкого лакомства. На сцене выступили детские танцевальные, творческие коллективы, гости мероприятия поздравляли школьников с началом учебного года. Праздник продлился недолго, всего несколько часов. Ведь на следующий день нужно было рано вставать снова в школу. В школу на этой неделе отправились не только юные северяне, но и взрослые мужчины. Это те, кто осужден и отбывает срок наказания за колючей проволокой. Наши корреспонденты побывали в 16-й исправительной колонии в поселке Мурмаши, где за парты сели 50 человек. Это исправительное учреждение особого режима. В нем отбывают наказание осужденные рецидивисты, как правило, с большим сроком. Какое значение в их жизни играет первый звонок, и какие нововведения, которые ни по душе, ни заключенным, ни учителям появились там с этого учебного года, расскажем далее. Хочу поздравить вас с началом нового 2014-2015 учебного года. Аплодируем вас. На первый взгляд этот урок похож на тысячи подобных по всей стране. Праздничные шары, торжественные речи, галстуки у педагогов. Вот только ученики в этой школе имеют за плечами страшный опыт, который и привел их за колючую проволоку. Прежде всего, это работа со специфическим контингентом обучающихся. Во-первых, его отличают возрастные характеристики. То есть у нас обучающиеся в возрасте, ну в основном, от 21 до 25 лет есть обучающиеся и старше. По закону мы обязаны обучать всех до 30 лет, начиная с 18-летнего возраста. Вторая специфика – это, безусловно, контингенты, связанные с их криминальным прошлым. То есть это не самый простой контингент в плане работы с ним, потому что это люди со сформированной системой ценностей и каких-то методик общепринятых педагогических по работе с таким контингентом не существует, поэтому часто приходится придумывать что-то свое, импровизировать. В школу колонии номер 16 в этом году пойдут 50 осужденных. Это учреждение пенитенциарной системы, единственное в Мурманской области особого режима. То есть здесь отбывают наказание мужчины, совершившие жестокие преступления неоднократно. Например, убийство. Покаяние за совершенное зачастую приходят уже на школьной скамье. Чем заниматься? Время в пустую выходит. Образование никогда лишнего не бывает. Что-то новое узнать для себя. Ребята посоветовали, учителя хорошие, добрые. Помогает во всем. Поэтому не вижу другого, чем еще заниматься в тюрьме. Ну, как говорится, век живи, век учись. Поэтому, как бы, ну, выводы, они всегда, ну, здесь полезны. Как бы, время есть подумать, осознать, как бы, что там упустил, будучи на свободе, там, какие ошибки там делал. Все-таки приходишь к осознанию того, что школа все-таки, это неотъемлемая часть жизни, и в жизни всегда пригодится. Правда, забыть о многолетнем сроке даже в стенах образовательного учреждения не так просто. С весны этого года во всех российских школах, расположенных в местах лишения свободы, между учителем и учениками появились стальные прутья. В тюрьме решетки и так на каждом шагу. Поэтому даже сами педагоги недовольны этими преградами. На наш взгляд, это наносит большой урон образовательному процессу, интимности образовательного процесса, когда необходимо наладить учителю контакт с учащимися. Мы прекрасно понимаем, что учащиеся в исправительном учреждении находятся за решетками, а тут, когда они еще приходят в класс, в храм науки, видят эти решетки, это вызывает у них некое отторжение. Поэтому стало нам работать, скажем так, процентов на 30 тяжелее, чем раньше. Словам директора вторит и завхоз царьков, неоднократно сидевший, начавший свой уголовный опыт еще в начале 70-х годов прошлого века. Он был осужден к пожизненному лишению свободы, но затем срок был изменен на 17 лет. И с конца 90-х Геннадий Иванович в этой колонии. Решетки в школе даже для него настоящая дикость. В наших колониях нигде никаких ЧП не было, но возможно где-то было. В 70-е, 80-е годы даже женщин никто не сопровождал в колонии. Я никогда не слышал каких-то заложников. Просто этого не было и не могло быть. То есть человек должен решиться умереть, чтобы взять заложники. Там какая разница, не администрация, а значит зэки бы разобрались. И нигде бы человек этот не пропетлял. Вот так вот. А сейчас, видите, новое вияние. Как оказалось, к 1 сентября готовятся не только родители и школьники. Осужденные вместо привычного чая и сигарет заранее попросили у родственников в качестве передачи роскошные розы. Для того, чтобы порадовать своих учителей. Особенно женщин, которых видеть теперь они могут только через решетку. Пожалуй, теперь 1 сентября никогда уже не останется в памяти таким полностью безоблачным и светлым праздником, каким было 10 лет назад. В сентябре 2004-го Россию потрясла самая страшная трагедия за всю новейшую историю страны – Беслан. 1 числа, прямо во время торжественной линейки, боевики захватили школу в Северной Осетии и 2,5 дня удерживали заложников. В результате погибли 334 человека. Среди них было более 150 детей. Мы все стали свидетелями неимоверного героизма и мужества многих людей. Учителей, которые ценой собственной жизни спасали учеников. Спецназовцев Альфы, которые своими телами закрывали школьников. Просто жителей Беслана. Вокруг всеобщего горя тогда сплотилась вся страна. Во многих городах люди выходили на улицы. В знак поддержки брались за руки. Живые цепочки растягивались на многие километры. За несколько месяцев после трагедии в помощь Беслану было собрано более 33 миллионов долларов. С тех пор 3 сентября в России – это день солидарности в борьбе с терроризмом. Спустя 10 лет в Мурманске у храма спас на водах. Вспоминали те страшные дни. Молодежь запустила в небо 330 белоснежных воздушных шаров. К каждому из них был привязан бумажный голубь. На каждом имя и фамилия жертв террористической трагедии. По символичному сигналу колокольному звону в храме пришедшие разжали ладони и отпустили нитки шаров. Одна из целей мероприятия – напомнить, что победить терроризм можно только вместе, объединив силы, веря в добро и светлые чувства. По окончании мероприятия в храме спас на водах состоялась поминальная служба. Человеческая свобода порой бывает направлена на боль и страдания. Дай Бог, чтобы те, кто не являются равнодушными существованию самого человека, как образа и подобие Божия, не допускали таких моментов. В конце недели в результате пожара в жилом доме на улице Подстаницкого погиб один человек. Еще трое пострадали. На место происшествия прибыли три пожарных расчета пожарной части номер 11. В результате происшествия одна из комнат выгорела полностью. На пожаре погиб один человек. Еще трое пострадали. Причина пожара устанавливается. Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного в 10-м часу вечера. Полыхала квартира на пятом этаже. По неофициальным данным, ее облюбовали люди без определенного места жительства. В настоящее время выясняется, личность погибшей женщины проводится доследственная проверка. К другим событиям. Уже не росликовцы, но еще пока не мурманчане. 1 сентября Владимир Путин подписал указ об отчуждении зато Росликова и передачи его введения администрации Мурманском. Преобразование административно-территориальной зоны должно быть завершено до 1 января следующего года. Все это связано с приходом крупного инвестора в Заполярье – компании «Роснефть», которая планирует построить в регионе новые судоверфи. Указ подписан и не обсуждается. Росликово теперь станет еще одним районом столицы Заполярье. Но несмотря на благо, которое сулит приход нефтяной компании в Росликово, местные жители отнюдь не рады переменам. Своими беспокойствами они поделились с Дарьей Монастыревой. От Мурманска до Росликово всего 5 километров, но далеко не каждый мурманчанин может просто взять и приехать туда. Все потому, что дорогу в закрытый поселок преграждает контрольно-пропускной пункт. И без вот таких пропусков или местных прописок дорога далее закрыта. Но с 1 января 2015 года Росликово станет частью города и все меры безопасности уйдут в прошлое. КПП останется, но его перенесут ближе к Североморску. Пока не ясно, станет ли Росликово частью Ленинского округа, либо он будет присоединен как самостоятельная территориальная единица. Главное, что весь поселок станет свободным. Что очень удобно, учитывая, что в Росликово приходит крупный инвестор – компания «Роснефть». Хотелось бы, конечно, чтобы с приходом от Роснефти, чтобы новые рабочие места были созданы, чтобы местных Росликовцев Роснефть не обидела, потому что тоже уникальные коллективы сохранены, высокообразованные люди, специалисты замечательные, на которых, в принципе, все и держится. Правда, на самом 82-м судоремонтном заводе, ради которого и пришлось открыть зато, комментировать ситуацию, нам отказались. Напомним, «Роснефть» собирается создать на базе завода отделение по строительству и обслуживанию оборудования, необходимого при работе на шельфе. Это связано с грандиозными планами компанию по освоению природных богатств Арктики. Но поведение работников завода, возможно, объяснимо слухами, которые витают по поселку. Слышно, что их закрыли, один остался цех только для ремонта кораблей. Все, больше ничего неизвестно. Куда люди пойдут, тоже неизвестно, где они будут работать. Оказывается, местные жители всерьез опасаются по поводу своего будущего. Многие совсем не рады становиться мурманчанами. Если будем относиться к Мурманску, здесь, мне кажется, да, будут полно вот этих вот наркоманов. У нас и так как-то закрытая зона, закрытая зона, да, у нас как-то порядок лучше. А если мы будем относиться к Мурманску, мне кажется, нет. Вот насчет КП я не рад совершенно. Ну, поют чужие люди, детям будет плохо гулять в поселке. Всех знаем, все свои. А сейчас, видимо, ПП накупают здесь у нас квартиры, и будет весело. Сейчас цены подскочили из-за того, что КП открывает. Ну, нормально. Ну, точно, наверное, на 500 точно. Вот мне хорошо, что будут к нам приезжать родственники. Без всяких тут справок, без всего. Ну, в общем, вот этим пока. А так, не знаю. Мы не представляем, как это все будет в дальнейшем, отображаться, допустим, даже вот на садике, да, на докторов, ну, то бишь, на поликлинике детской, как это все будет, вообще просто. Ну, мы в шоке, на самом деле. Беспокойство людей понятное. Перемены всегда воспринимаются с настороженностью. Но фактически пока беспокоиться не о чем. Даже с точки зрения финансирования на 15-17-е годы в связи с передачей «Зато» будет выделено почти 200 миллионов рублей. Это в разы превышает бюджет поселка. Скорее всего, сохранят расляковцы и свои прежние льготы. Люди, которые проживают в поселке Росляково, не должны, никоим образом, их жизнь не должна ухудшиться. Потому что, допустим, приведу лишь один пример. Жители «Зато» имеют право на переселение. А жители Мурманска такого права не имеют. Это особенности «Зато». Так вот, за жителями поселка Росляково, несмотря на то, что он будет присоединен к Мурманску, это право сохранится. Официально Росляково станет частью Мурманска совсем скоро. На переходный период продлится еще два года. Этого времени хватит, чтобы полностью передать все административные здания городу. А людям привыкнуть, что их дома не будут спрятаны за воротами контрольно-пропускного пункта. Входящий в десятку крупнейших в России мурманский рыбокомбинат был вынужден полностью остановить производство. Введенные в ответ на санкции Евросоюза ограничения по ввозу рыбы из Норвегии лишили фабрику самого главного – сырья. Его полностью обеспечивали норвежцы. А всю продукцию мурманского рыбокомбината поставляли на рынок региона. Что будет с прилавками магазинов, работниками предприятия и есть ли выход из ситуации – наши корреспонденты подробнее. С директором предприятия можно пообщаться только по телефону. Он в отпуске в Москве обивает пороги правительства, пытается решить проблему. Производство на мурманском рыбокомбинате остановлено, холодильные комплексы пустые. Заполярная рыбная фабрика – единственная в стране технологический процесс, в которой полностью повторяет норвежский. Фабрика функционирует как полный комплекс по переработке. То есть, если мы покупаем на норвежском аукционе рыбу, которая выловлена буквально, мы имеем информацию в течение трех часов после ее подъема на борт, закачки на борт в танке судна, то через три часа мы уже эту рыбу выкупаем по согласованию с норвежским аукционом, и судно движется к нам. То есть, никаких лишних заходов норвежское судно не делает. Оно напрямую движется с точки промысла непосредственно к причалу фабрики, минуя какие-то порты заходов, еще какие-то выгрузки и так далее. На причале охлажденную рыбу с траулера через трубопровод принимают сразу на фабрике, минуя контакт с внешней средой. Дальше переработка, заморозка, на выходе мороженая рыбопродукция, филе, консервы. Весь товар поставляется в магазины Мурманской области. По МОВе у нас, я думаю, что 90% мы поставляем конкретно. Ну и так мы поставляли 50%, 70%. То есть треска, пикша, в общем-то. Это нормальные поставки были рыбопродукции. Если бы был наш флот, мы бы принимали бы наш флот. Каким-то образом бы вложились бы, но принимали бы и наш флот, я думаю. Главное, чтобы было сырье. Норвежское или наше, это в общем-то... В России всего два судна, которые могут обеспечивать предприятия сырьем, так называемые живорыбные. В Норвегии в разы больше. Все оборудование на Мурманском рыбокомбинате приспособлено именно под такой способ разгрузки рыбы. Обучен персонал, это 200 работников. И столько же тонн суточная производительность предприятия. Полностью менять технологию то же самое, что на заводе Мерседеса заказать запорожец, шутят специалисты. К тому же на это требуется время и деньги. Ни того, ни другого на фабрике нет. Мы не сможем не оплачивать ни энергоресурсы, ни оплачивать налоги, ни пенсионный фонд делать отчисления, не выплачивать людям зарплату, то есть и не будет никаких денег на развитие предприятия. В прошлом году жизнь на комбинате начала налаживаться. Выручка выросла более чем на 15%. Открыли дополнительный холодильный комплекс. Набрали на развитие кредитов в банках. Директор предприятия говорит, если не пойдут на уступки, будут подавать на правительство России в суд. Некоторые эксперты считают, что надо исходить из того, что есть. И если обеспечить национальными квотами на вылов рыбы те самые два российских живорыбных судна, то и ничего менять не придется. И фабрика будет загружена необходимым сырьем. Выйти с инициативой правительства Российской Федерации, с наделением временно на период введения ограничений на импорт рыбы, те пароходы, которые способны возить свежеохлажденную рыбу на предприятия города Мурманск и Мурманской области, соответствующими национальными квотами. Вот только реагировать и решать проблему правительственным чиновникам нужно в срочном оперативном порядке. Месяц-два на предприятии не справятся с долгами, нечем будет платить зарплату, а потом и рыбный рынок Мурманска может заметно опустить. Виталий Шибалов, Евгений Бугрицов, телекомпания «Арктик ТВ». Тем временем, несмотря на охлаждение отношений на уровне правительств стран, жизнь и сотрудничество с северным соседом продолжается. Норвежское консульство открыло свои двери после ремонта. С 5 сентября возобновился прием граждан, желающих получить визы на въезд в Северное Королевство. В офисе не только сделали косметический ремонт, но и установили новое оборудование биометрических данных, считывающее отпечатки пальцев и регистрирующее электронные подписи. Это понадобилось из-за введения карточек приграничного жителя. И теперь такие аппараты будут стоять у каждого окошка, что заметно ускорит процесс приема документов. Впрочем, уменьшить очереди консульства удалось еще год назад за счет открытия нового визового центра на улице Зеленой, который не прекращал работу, пока шел ремонт в главном офисе. Общая же реконструкция исторического здания продлится до середины октября. После завтра возможно и давать документы здесь. Но заявители, которые дают заявление у нас, надо зарегистрировать время по порталу. Сезон ремонтов в Мурманске продолжается. К примеру, ремонт дорог. Он движется по плану, но неудобств избежать все равно не получится. Автолюбителям придется терпеть временные пробки на основных проезжих частях города. До 30 сентября дорожные рабочие должны переложить почти 7,5 квадратных километров асфальта. В план пока укладываются. Однако ремонт, как отметил Алексей Веллер, начали совсем не с того. Вместо того, чтобы до 1 сентября отремонтировать улицы Коминтерна, Полярный Зорий и Старостина, сначала асфальт положили на второстепенных, не очень загруженных участках дороги. В результате заторы в городе. Однако трудности это временные. Уже 11 сентября дорожное полотно обещают положить на Коминтерна. Приблизительно к этому же сроку работы завершатся и на Старостина. Чтобы не мешать рабочим, на ночь улицу Коминтерна перекрывают. С 21 часа до 6 утра и вплоть до 10 сентября ездить по ней разрешат только общественному транспорту. Еще раз хочу сказать, что, конечно, немножко обидно, что вот эти 3-4 буквально дня, но для Мурманска с его спецификой эти 3-4 дня, ну, очень сильно влияют. Такова специфика города. Во-первых, резкий возврат людей, резкое увеличение потока движения. Во-вторых, особенность нашего организации транспорта, что у нас три сквозных магистрали. То есть Ленина, Шмидта, Коминтерна и Полярной Зуре нет других. И не объехать. Плюс Ленинградка в мощнейшем капитальном ремонте. Мы прервемся на небольшую рекламу. И вот, что вас ждет во второй части программы. Цирк на воде или благотворительность на показ? Скажите, а часто вот условия такие ставят интересные приезжие артисты? Ну, я первый раз столкнулась. Ну, я думаю, самое главное, что дети попали. Как цирковые бизнесмены пиарятся на детях-инвалидах? К нам обратилась гражданка Юго-Востока Украины. Мурманчане помогают больному ребенку из Украины. Да, действительно, мы можем оказать эту помощь. Акция «Помоги спасти жизнь ребенка» в действии. Астрологический писатель или литературный астролог? Глоба в глобусе. Мне в течение своего долгих лет своей жизни приходилось иметь дело с многими диктивными историями. Спустя 20 лет в Мурманске знаменитый астролог презентовал свои новые произведения. Это итоговая программа «Столица». Мы продолжаем. Мурманчане помогут приобрести инвалидное кресло для мальчика из Донецкой области. Акция «Помоги спасти жизнь ребенка» продолжается. В ней могут принять участие все неравнодушные, просто опустив деньги в стеклянные ящики в виде сердец. Они установлены по всему городу. Эти средства направят на помощь тяжелобольным детям. Распределяют их члены Совета акции. Это медики и представители благотворительных организаций. В этот раз помощь решили оказать трем детям. Среди них и Саша Будник, о котором мы недавно рассказывали в эфире новостей на Арктик ТВ. Это первое заседание Совета городской благотворительной акции после летних каникул. На повестке дня вопросы об оказании помощи четырем детям. Трое из них получат материальную поддержку. Среди обратившихся есть необычный случай. Впервые в рамках проекта помощь будет оказана ребенку не из Мурманска. К нам обратилась гражданка Юго-Востока Украины, у которой есть ребенок возраста 2,4 года, страдающий детским церебральным параличом и волчьей пасть. И в настоящий момент, учитывая ту ситуацию, которая сложилась, я думаю, что будет принято решение об оказании той помощи, которую она просит. Историю о семье Будник из Донецкой области, вынужденных покинуть дом и забрать младшего ребенка Сашу прямо из больницы, чтобы спастись, в эфире Арктик ТВ рассказала Екатерина Гладышевская. Сейчас у мальчика нет даже самого необходимого. В первую очередь нужно специальное инвалидное кресло. Совет акции принял решение оплатить его покупку. Да, действительно, мы можем оказать эту помощь. Благодаря мурманчанам постоянно фонд пополняется. И мы можем оказать помощь детям инвалидам, которые нуждаются в проведении последующих этапов оперативного лечения или на проезд к месту лечения. Кроме того, Саше Буднику предложат оказать хирургическую помощь. В ноябре снова приедут тульские врачи, специализирующиеся на детях с ДЦП. В этом году они провели операции десяткам маленьким пациентам из Мурманска и области. Пока одни безвозмездно жертвуют деньги на помощь другим людям, оказывают всяческую поддержку и не могут пройти мимо чужого горя, другие на этой самой благотворительности в прямом смысле пиарятся. В поле зрения наших корреспондентов на этой неделе попал приезжий из Ростова-на-Дону цирк на воде. Руководители цирка широким жестом отдали клубу родителей и детей инвалидов «Надежда» бесплатные билеты. Мол, пусть ребята порадуются. Вот только сделали они это с такой маленькой оговоркой, а точнее обязательным условием. Пусть широту души ростовчан по достоинству оценят мурманчане у экранов телевизоров. И пока наша съемочная группа не приехала, детей инвалидов даже не пускали на представление. Говорят, худший зол – это то, что добром прикидывается. Дарья Монастырева продолжит тему. До начала шоу пять минут. Все зрители в зале, кроме ребят из клуба «Инвалидов» «Надежда». Дети уже полчаса стоят на улице и с нетерпением ждут, когда их пустят на выступления клоунов и акробатов. Для них это праздник, конечно. Ожидание – чудо. До этого цирк, там большая была благотворительная акция. Ну и вот сейчас нам выделили 20 билетов, но это благодаря вам, Артик ТВ. Валентина Михайловна – председатель крупнейшего в городе клуба с 20-летней историей, где собираются дети-инвалиды и их родители. Выглядит растерянной. Женщине неловко. Впервые за все время работы, чтобы ребята попали на мероприятие, ей пришлось просить журналистов, чтобы те рассказали о благотворительной деятельности гастролирующих артистов. Согласно толковому словарю, благотворительность – это оказание бескорыстной, безвозмездных и на льготных условиях помощи тем, кто в этом нуждается. В данном случае перед инвалидами поставили ультиматум – четкое условие. Шоу они увидят только, если эту благотворительную акцию покажут по телевизору. Нам не жалко. В рамках проекта «Море доброты» наши журналисты сами нередко предлагают предпринимателям помочь нуждающимся героям программы за благодарность в эфире. Мы с радостью рассказываем о благородных людях и с удовольствием ставим их в пример. Но не о тех, кто наживается на благотворительности. Цирк на воде из Ростова-на-Дону тяжелобольных детей используют в целях самопиара. И, похоже, не впервые. Привыкли, делаем всегда благотворительность. В чем же заключается благотворительная часть работы, которые так гордятся циркачи, мы так и не поняли. Должно быть, это еще один фокус от мастеров иллюзии. А на улице Орликовой в Мурманске состоялось открытие городского дома молодежи. Техническое оснащение, студия фото- и звукозаписи, проекционный и игровой залы. Удивить получилось всех присутствующих. А молодежь в день открытия уже приступила к настройке музыкального оборудования. Татьяна Юлусова расскажет подробнее. Красную ленточку перерезали под первые, еще нескладные звуки электрогитар, доносящихся из окон дома молодежи. Музыкальному продакшену здесь отведено три помещения. Репетиционная комната с барабанной установкой, микрофонами, синтезаторами и инструментами. Вторая поменьше студия звукозаписи. Третья режиссерская. Тут драм-машинка, так называемая, она играется. Тут контроллер для самой программы, то есть он запускается, записывается, то есть это все дальше. Мониторы студийные, микшер на 16 каналов. И диджейский, да, диджейская установка. Два винила проигрывателя и CD и MP3, он читает, тоже можно его подключать к компьютеру и брать музыку с компьютера. В помещении бывшего магазина за полгода была проведена полная перепланировка. Заменили вентиляцию, сантехнику и систему отопления. Как здесь было до, забывается уже через несколько минут. Я действительно считаю, что это прорыв. Реально, я надеюсь, что вы согласитесь, это абсолютно объективно. И вот давайте чуть-чуть посмотрим, понаблюдаем, как будут развиваться события. Если мы действительно увидим, что дом молодежи заживет полноценной жизнью, если увидим, что он действительно востребован нашими молодыми мурманчанами, тогда мы понимаем, что ни в коем случае нельзя жалеть средства и нужно вкладывать в такое переоборудование, расширять. А уже дальше при оформлении интерьера учитывались мнения молодежи. Комнаты выкрашены в ярко-желтый, голубой, оранжевый и малиновый цвета. Последняя комната, к слову, фотостудия, техническую начинку которой оценили и операторы телевизионных съемочных групп. Актовый зал на 75 мест, универсальная площадка. По пятницам здесь будут киносеансы, в другие дни диджейские мастер-классы, фитнес-курсы и школа этикета для девушек. Идея, это, естественно, у нас уличные флешмобы, театральные перформансы. Небольшой секрет, расскажем, что есть уже договоренность с сотрудничеством с фестивалем из города Альта. Это большой, построен сейчас уже проект и создано положение о пропускной способности по консоли четвертому. Ну, то есть это Sony PlayStation 4, где ребята будут онлайн играть между собой. Первый городской дом молодежи – своего рода эксперимент. Финансирование, ремонт и средства на развитие были запланированы в бюджете. Нам руководитель дома молодежи сегодня говорит, что у него есть деньги на все. И это очень здорово, что сегодня при открытии дома молодежи нет никаких проблем финансовых. Занятия для юношей и девушек бесплатны. На входе предусмотрен специальный лифт для людей с ограниченными возможностями. Если проект будет пользоваться популярностью, то в скором времени на том же уровне будут оснащены и другие молодежные городские центры. Еще одну памятную дату на этой неделе отмечали в России – победа ценой больших потерь человеческих жизней. 2 сентября отмечается годовщина окончания Второй мировой. 69 лет назад закончилась самая кровопролитная война в истории человечества. В этот день Япония, последний участник гитлеровской коалиции, подписала акт о прекращении военного сопротивления. Памятный митинг состоялся у мемориала защитникам советского Заполярья. Нейтралитет, но только на бумаге. Во время военных действий с Германией страна восходящего солнца не раз нарушала договоренность о мире. Было все. И воздушные, и наземные вторжения. Граница на Дальнем Востоке была обстреляна более сотни раз. Потоплено около сотни судов. Советский Союз тогда не смог смолчать. 69 лет назад Япония, последний союзник гитлеровской Германии, подписала акт о капитуляции. В российском календаре по указу президента с 2010 года эта дата официально стала памятным днем. От имени ветеранов выступил полковник в отставке, ветеран войны Павел Николаевич Лоснов. Кроме того, создавая напряженную обстановку, они вынуждали нас держать на Дальнем Востоке около 40 дивизий. В то время, когда эти дивизии значительно ускорили бы победу над фашистской Германией. У памятника защитникам советского Заполярья собрались представители ветеранских общественных организаций, правительства, школьники и студенты. Почти лепавших возложением цветов к вечному огню и минутой молчания. Самая популярная северная гонка «Марафон Арктик Трофи-2014» завершился. Всю неделю участники традиционного состязания блуждали по непроходимым дорогам Заполярья. Чемпионат Мурманской области по трофе-марафону проводился уже в 21-й раз на территории Кольского полуострова. За время своего существования Арктик Трофи признали и на всероссийском, и на международном уровне, как одно из самых значимых мероприятий в автомотоспорте страны. Старт гонки в этом году состоялся 31 августа на центральной площади Кандалакши. Точки начала и финиша соревнований остались неизменными. Это берег Белого и Баренцево-Морей. В этом году заявки подали 12 экипажей из Москвы, Мурманской области, Норвегии и Финляндии. 9 экипажей на автомобилях и 3 на квадроциклах. Вторник, среда и четверг. Эти дни в маршруте экспедиции были заранее отведены под экспедицию по непроходимым тропам. Причем этот маршрут ранее был лишь частично проверен организаторами. Завтра в 10 утра старт от берега Баренцево-Моря в сторону Мурманска. И ориентировочно в 13-14 часов будем ждать первые, встречать первые экипажи на финише шестого этапа. Это в районе 49-го километра автодороги Колос-Серебрянский ГЭС. Затем в 19 часов будет торжественный костер, посвященный финишу Арктик Трофе 2014. В четверг финиш четвертого этапа состоялся на 78-м километре автодороги Колос-Серебрянская ГЭС. Постепенно определялись лидеры гонки. Из экипажей автомобилей в победители тогда метила норвежская команда под номером 15. А что касается экстремалов на квадроциклах, вперед вырвался экипаж под номером 1 команда СССР. В ее составе Владимир Ежов и Айвор Корц. Официальные результаты их объявят судьи, а вот все подробности и интервью с победителями Арктик Трофе 2014 смотрите в выпуске новостей в понедельник на телеканале Арктик ТВ. Глоба в глобусе или 20 лет спустя. Мурманск на этой неделе посетил знаменитый астролог, телеведущий, писатель и руководитель астрологического института Павел Глоба. Последний раз на севере он был два десятилетия назад. В этот раз приехал в новом качестве. Как писатель на презентацию своих произведений. Павел Глоба пока еще сам не зачисляет себя в писательской ряды. Говорит, я не писатель и тут же поправляется, хотя вроде и писатель уже. Два произведения издано, готовится третье. К новой стезе астролог подошел тщательно, выбрал детективный жанр. Перед тем, как взяться за перо, перечитал все, что можно. От Агаты Кристи до последних детективных новинок. Мне в течение своего долгих лет моей жизни приходилось иметь дело с многими детективными историями. Реально помогать правоохранительным органам, раскрывать там некоторых там. Реально это было. Поэтому многие в детективах, в этих моих описанных историях, они реальные. Они взяты просто из жизни. Первоочередная задача при написании романов у автора была популяризировать любимую астрологию. Дать понять читателю, что это целая наука, а не гадание или предсказание. И сделать это в художественной, увлекательной форме, чтобы от книжки было не оторваться. Популяризация. Показать, как астролог работает. Что это не какой-нибудь там, я не знаю, там смотрит шар, что-то там делает. А у него и это реальная наука. Это раз. Во-вторых, это реальная, действительно практическая помощь людям. Он помогает раскрывать у меня, главный герой, самые запутанные, странные преступления. Даже вот прокуратура, ССК, оно не может это все. А корни его упираются в прошлое. С проклятием прошлого связаны. С какой-то матрицей, которая когда-то в истории была, она вдруг сейчас воплощается. Красная линия романов «Матрица» или астрологический цикл, который повторяется в истории раз за разом. Древнее проклятие долгоруких, от тайн семьи Романовых до наших дней. Проверял написанное Павел Глоба на дочке. Если понравилось, можно работать дальше. Очень интересно. Интересно, ну вот эту экскурсию, историю, которую он сделал, очень такой содержательный, интересный. Я историю люблю. Но вот очень многие факты, которые он рассказывал, вот как-то, да, не приходили, не попадались мне на глаза. Очень интересно. Я вчера, к своему стыду, наверное, только вчера узнала, что он, оказывается, пишет книги. Вот. И узнала, что будет вот презентация новой книги. Поэтому приехала посмотреть, послушать. Вот так понимаю, что вторую книжку сейчас можно будет здесь приобрести. Но буду теперь искать и первую, которую не прочитала. Павел Глоба всегда мне был интересен. Я еще знала его как астролога. Правда, личных встреч не было. Но тогда было интересно. Это было 90-е годы. А сейчас, сейчас он стал более интересным. В Заполярье астролог не был 20 лет. Тем не менее, до 94-го года в Мурманске у него была своя астрологическая школа. 700 учеников. Многие из них продолжили заниматься этой наукой и дальше. А приобрести новые произведения Павла Глобы можно в книжных магазинах «Глобус». Один из старейших мурманских живописцев Арви Хуттонин подарил художественному музею целую выставку своих картин. Большинство работ автора составляют пейзажи любимого им севера. О том, почему мэтр решил расстаться со своими картинами, причем в последний день выставки, о человеке, который всю сознательную жизнь расписывал белоснежную Арктику яркими красками, расскажет Максим Галямин. Арви Иванович Хуттонин вместе с супругой, тоже известной мурманской художницей Тамарой Зуевой, обходит выставку. Таких по всей России и за рубежом было больше сотни. Один из старейших мурманских живописцев до сих пор приходит в восторг от северной природы. И даже сходу называет любимую картину «Саамская ноида». Впрочем, к своим работам, как кажется, он совсем не привязан. Решил, что сохранится хорошо. Самое главное, конечно. И пусть смотрят, если нравится кому. Буквально через несколько минут его картины станут общественным достоянием, которое будет храниться в фондах художественного музея. Арви Ивановичу в августе этого года исполнилось 92, но почтенный возраст никак не сказался на стремлении к творчеству. На вопрос, не жалко ли расставаться с работами, Арви Хуттонин отвечает просто «рисую еще». Дарят, конечно, довольно часто и все художники, которые проводят выставки здесь у нас. Но когда дарят полностью выставку, то, конечно, это бывает крайне редко. И, безусловно, это для нас очень большая удача включить картины очень известного художника, любимого художника. Причем это разные периоды его творчества. Такими яркими красками Арктику еще никто не описывал. Особенно автору дается «Северное солнце». То ли искусственное освещение так падает на картины, то ли это необычное сочетание теплых оттенков. Но закаты, написанные Арви Ивановичем, без привлечения светятся, как настоящие. На самом деле, мне больше всего понравилось именно небо. Во всех картинах оно есть, оно присутствует. И именно его яркость и высочность как раз-таки привлекла. К сожалению, увидеть картины художника в ближайшее время не получится. Сегодня последний день выставки и торжественное закрытие. После чего работы займут свои почетные места в хранилищах музея. Но это вовсе не значит, что они будут скрыты от посетителей навсегда. И снова о школе. Первый раз в шестой класс. В клубе «Ледокол» отеля «Паркенбар Эдисон Полярной Зори» на этой неделе состоялось открытие уже шестого по счету сезона «Джаз Блюз Кафе». За все годы существования проект полюбился многим мурманчанам. Живая музыка, уютная атмосфера, молодые музыканты и опытные команды «Джем» и «Глинтвейн». Первую встречу в сезоне посвятили школьной тематике. Хотя ни сменки, ни дневников на входе их никто не спрашивал, но оценки музыкантам все же ставили. Определяли их аплодисментами. Ни двоечников, ни троечников на сцене «Ледоколах» не было. Команда «Шемрак» хорошо известна мурманчанам. Свой школьный порог давно переступила. И сами уже не помнят, сколько раз играли в «Джаз Блюз Кафе». К дресс-коду они отнеслись по-своему. За 11 лет существования впервые вышли на публику в «Килтах». Здесь всегда все по-домашнему проходит. Помещение такое, все в кучке, все рядышком. По-домашнему, по-доброму. Хотя и скачки мы тоже устраивали. Порой были такие скачки, что сами тут скакали вместе с публикой в зале. Были такие случаи. Сергей долгое время преподает музыку в педагогическом колледже. Говорит, бывает, студенты потом поступают в колледж искусств. И затем уже они встречаются с бывшим преподавателем на концертной площадке. Как без этого? Надо приходить, надо играть. Музыкант без площадки, без сцены никуда не может никак. Так просто, ну где можно поиграть? Наверное, только здесь. Да, мучает. Серьезно мучает. Я позвонила своим одноклассникам, спросила, как у них дела. И они даже рады были, потому что я их вспомнила. Дарья на проекте впервые. Студентка колледжа искусств. Как только надела форму, сразу появилась ностальгия по школе. У меня вот соседка по комнате в общежитии предложила сходить. Я с радостью сходила. И мне очень здесь понравилось. Тут такая домашняя атмосфера, музыка живая. Я на самом деле первый раз, наверное, слушаю живую именно музыку. У меня вот так вот эмоции хватило. Я, наверное, буду еще и еще сюда ходить. Тут атмосферно. Вот это самый главный критерий. Тут именно атмосфера такого джаза, такой музыки. Так прям... Здесь можно послушать именно живую музыку, а не наушники одеть или что-то подобное, потому что таких мест осталось очень мало. Для Ивана этот сезон Jazz Blues Cafe уже четвертый. Он занимается эстрадным вокалом и в будущем сам планирует попробовать свои силы в проекте. Для молодых студентов, занимающихся музыкой, Jazz Blues Cafe – уникальная площадка оттачивать мастерство. Многие из тех, кто выступал на сцене клуба, продолжили заниматься музыкой в Москве, Питере, за границей. Сейчас будут какие-то новые таланты, новые звезды. Потому что желающих приехать очень-очень много, да. Я смотрю, как бы со всей страны реально стучатся, как бы просят приехать. Я пишу, ребята, мы как бы не занимаемся перевозом, потому что нету на это средств. Я очень надеюсь, я скрещу его пальцы и держу, что в этом сезоне нам удастся с технической стороны зайти на обеспечение Jazz Blues Cafe и сделать его все-таки на ступеньку повыше. Я надеюсь, что сложится. Благо, что есть люди, которые будут оказать партнерскую помощь. Я надеюсь, они меня слышат. Jazz Blues Cafe был и остается некоммерческим. А потому для всех, кто готов помочь и посодействовать проекту, двери клуба открыты. Как и для всех любителей живой музыки. Как всегда, по средам с 7 часов. Виталий Швалов, Родион Нестеров, телекомпания «Харктик ТВ». Интересно, кто это написал на доске «Рома-дурак»? Если честно, то это был я. Но самое интересное, то, что предложил мне это написать сам Рома. Просто эта доска, это была такая имитация школьного забора. Ну, вот так получилось. Ну, главное же, что вечеринка удалась и с юмором. Это точно. И мы желаем вам больше смеха. И больше хорошей живой музыки. У нас на этом все. Таку увидели эту неделю наши корреспонденты. А мы прощаемся с вами. Всего доброго и до встречи.